Из города Маарат-эн-Нуман в северной Сирии, удерживаемого повстанцами, поступают сообщения о воздушном ударе по уличному рынку на оживленной торговой улице. Два последовательных авиаудара в одно и то же место оставили после себя 39 погибших и множество раненых. Это называется двойной удар. После первого налета в этом месте собираются люди, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент туда же наносится второй удар. В 2016 году, еще будучи министром иностранных дел, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал эту тактику несомненным военным преступлением. Россия отрицает причастность к налету на рынок. Правительство Сирии ситуацию не комментирует. Так что же произошло и кто несет за это ответственность? Семьям, остающимся в удерживаемой боевиками провинции Идлиб, например, в этой деревне, приходится прятаться в укрытие ежедневно. Расположенная в Великобритании группа наблюдателей утверждает, что с начала наступления войск сирийского правительства и российских военных в апреле 2019 года по Идлибу было нанесено более 7 тысяч авиаударов. Как и другие жители Идлиба, а их почти 3 миллиона, Халет полагается на предупреждение о приближающихся самолетах, приходящие по социальным сетям или портативному радио. Утром 22 июля 2019 года такое предупреждение было разослано жителям Маарат-эн-Нумана, но многие не успели добраться до убежища. Вот репортаж об авианалете на рынок, опубликованный в Ютьюбе местным сторонником оппозиции, журналистом Хади Аль-Абдуллой. Мы воспользовались помощью находящихся в открытом доступе аналитических программ и с помощью этих кадров сумели найти на спутниковой карте города три точки – мечеть, кладбище и бетонное здание с характерным верхним этажом. По этим точкам мы можем определить, где находились разрушенные во время налета здания. Во время первого налета Мохаммед Шаравай еще спал. Он прислал BBC это видео, которое снял, когда побежал из дома к месту происшествия. На видео Мохаммеда видно, как спасателя выносят тело ребенка. Мохаммед пытается заснять заходящий на второй круг самолет, затем спешит в укрытие. На видео, снятом Мохаммедом сразу после второго удара, видно тень, которую отбрасывает один из спасателей. Ее можно использовать как своего рода солнечные часы. Если сопоставить его положение на местности с направлением отбрасываемой тени, можно установить примерное время налета – между 9 часами и 9 часами 10 минутами утра, то есть спустя полчаса после первой бомбежки. Двойной удар. Один из многих погибших во втором налете – Амир Бани, спасатель-доброволец из неправительственной организации «Белые каски». Ему было 30 лет. Этого молодого человека, идущего среди развалин, удалось идентифицировать в Твиттере как одного из местных активистов. Его зовут Амран Акаш, он живет в этом районе города. BBC удалось разыскать его. Он пришел на место первого налета с отцом, чтобы заснять его последствия, и попал под второй удар. Амир Бани, спасатель-доброволец из неправильной организации «Белые каски» Отец Амрана погиб. Мы спросили Амрана, что здесь было раньше. По территории провинции Идлиб разбросаны десятки тысяч повстанцев и джихадистов. Однако нам не удалось обнаружить свидетельств присутствия вооруженных формирований в городе. Целая сеть наблюдателей в районах Идлиба, контролируемых оппозиций, тайно наблюдает за перемещениями боевых самолетов в небе провинции. Они прослушивают переговоры пилотов и расшифровывают коды, которыми пилоты называют места, куда направляются. Затем они предупреждают мирное население о том, что в их сторону направляются военные самолеты. Они помнят, что происходило утром 22 июля. Хмеймим — это российская военная база в провинции Латакия, опоре сирийского правительства. Подписанный в 2015 году договор между Россией и сирийским правительством предоставил россиянам контроль над базой без ограничений по времени. База находится в 80 километрах от Маарат-эн-Нумана в части Идлиба, контролируемой оппозиции. В этот день наблюдатели зафиксировали два других самолета, взлетевших с находящейся под контролем сирийского правительства авиабазы в Хомсе. Но это случилось уже после налета на рынок в Маарат-эн-Нумане. Местные активисты обвинили Москву в совершении военного преступления. Неделю спустя Россия официально отвергла обвинение, заявив, что рынок вообще не подвергался бомбежке. Как видите, на кадрах, полученных средствами объективного контроля, полностью отсутствуют какие-либо признаки разрушений. На снимке действительно рынок без следов повреждений. BBC удалось идентифицировать это место как оптовый рынок Эль-Халь. Он расположен в 350 метрах от уличного рынка в Маарат-эн-Нумане, который, как мы установили, и был объектом двойного удара. Мы также проанализировали второе видео, предоставленное Российским Министерством обороны, на котором показан нормально функционирующий рынок. Покадровый просмотр позволил установить, что мотоцикл передвигается по тому же оптовому рынку, показанному в предоставленной российской стороной видео. Россия также утверждает, что в этом районе ее самолетов в тот день не было. Еще раз хочу подчеркнуть, что российская авиация в данном районе 22 июля не применялась, и там не летала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok